Здравствуйте! Полная аудиокнига доступна по ссылке в описании, а по второй ссылке мы можем поговорить на самые запретные темы. Просто оставь свой телефон, и я перезвоню для приватного разговора. Кэннон Узнав, что, по его мнению, женщины безнадежно влюбляются в него после первой же ночи, я ощущала себя сексуальной, осмелевшая от алкоголя, подхлёстнутой полутонами нашей полуночной беседы. Теперь, когда я была трезва, как стёклышко, и провела целый день в безделье, но не переставала думать об этом, я была настроена уже не столь беззаботно и легкомысленно. Долгие часы я прокручивала в своей голове все возможные негативные последствия. Вероятно, Элли перестала бы навсегда разговаривать со мной, если бы я соблазнила её брата. Готова ли я была разрушить нашу дружбу из-за парочки приятных оргазмов? И, кроме того, Кэннон был слишком молод для меня, или, скорее, я была слишком стара для него? Я, вероятно, разочаровала бы его в спальне своими непримечательными способностями. А что, если то, что он сказал, правда, и он настолько удивителен в постели, что я влюблюсь в него и, в конечном счёте, останусь с разбитым сердцем? Это была нелепая мысль, в лучшем случае глупое, безотчётное предубеждение, но я не могла выкинуть её из головы. Не в силах больше сидеть, я встала и направилась к себе в спальню. Посмотрев в зеркало, я встревожилась, увидев, что у меня порозовели щёки, на шее выступили пятна, а глаза были безумными. Чёрт! Я была невероятно возбуждена и в то же время невероятно напугана, и обе эти эмоции были написаны у меня на лице. Я разочарованно выдохнула. Это не входило в мои планы. Я попыталась решительно ободрить себя. Я зрелая женщина, которая может приятно провести вечер, примитивно занявшись сексом, как ответственный взрослый человек. В этом нет ничего страшного. Чёрт! Кого я обманываю? Это очень страшно. Я была на грани нервного срыва. Моё сердце билось с частотой миллион раз в минуту. Я всей душой желала этого, но у меня были совершенные эгоистические побуждения. Прежде у меня никогда не было удивительного любовника. Мне хотелось понять, существует ли на самом деле подобный мужчина. Хотелось на этот раз отбросить осторожность. Но ничто не стоило той душевной муки, которая непременно последовала бы за этим. Шум воды затих, и я услышала шаги Кеннона. Сердце у меня упало. Я не могла этого сделать. Где была та храбрая девушка, сделавшая предложение Кеннону после того, как узнала его страшную тайну? Она исчезла, растворилась в ночи вместе с моей смелостью. Я расхаживала по комнате. Когда-то мой дом был сакральным пространством, но теперь он пах им, нёс на себе явные следы его присутствия, куда бы я ни посмотрела. Его огромные ботинки у входной двери, его ключи в блюде на столешнице, чаша с яблоками на столе, откуда он брал их каждое утро, вонзая свои идеально ровные зубы в нежную плоть, мурлыча от удовольствия. Я знала его привычки, знала его запах, но не знала, каким он был бы любовником, не знала, какие звуки он издавал бы, кончая. Кричал бы он от наслаждения, невнятно стонал бы или шептал бы моё имя, выплёскивая свою страсть в меня. Я дрожала от любопытства. Я была раздражена и устала быть порядочной, зрелой, ответственной взрослой женщиной, которой, как я знала, я должна была быть. Не важно, что моё желание переспать с Кенноном было бы ошибкой. Я хотела согрешить. Хотела вырваться из маленького безопасного мирка, внутри которого я жила день за днём. В проёме моей двери появился Кеннон. Капельки воды на его коже ещё не просохли, и она порозовела от горячей воды. Волосы были влажными. Он был обнажён по пояс, а тёмные джинсы сидели на его бёдрах маняще низко. Я глубоко вздохнула, готовясь объяснить ему, почему это было бы огромной ошибкой. Он подошёл ко мне так близко, что до меня донёсся аромат мятно-цитрусового геля для тела, которым он пользовался. Наши отражения в зеркале были полны контрастов. Он на голову выше меня был спокоен и сосредоточен. Моё лицо по-прежнему было красным, как помидор, и я рядом с ним выглядела почти миниатюрной. Это ощущение было мне непривычно. Я отвыкла от всего этого. Прошло много времени с тех пор, как в моей жизни был мужчина, не говоря уже о том, что он находился в моей спальне. Пойдём. Его рука нашла мою. Он сплёл свои пальцы с моими, оттаскивая от зеркала и отвлекая от внутренней борьбы, которая шла во мне. Пойдём выпьем по бокалу вина. От его голоса мне вдруг стало спокойно. Весь день я мучилась, скрученная ту же спирали, и его предложение было как раз кстати. Почему я боялась? Речь не шла о жизни или смерти. Двое друзей приятно проводят время. По крайней мере, в этот момент. И я могла это сделать. Полегче, Пейдж. Я пошла вслед за ним на кухню, где он достал из холодильника бутылку белого вина. Когда он подтолкнул меня к дивану, а потом вручил бокал, я приняла его приглашение на то и другое. Я чувствовала себя, как кукла-марионетка на верёвочках. Но мне стало легче, когда я подчинилась его команде. Мне показалось, что разговор между нами протекает оживлённее, чем я могла бы ожидать. Путешествия, бизнес, хобби, безопасные темы, по-прежнему намекавшие на то, что у нас было много общего. Оказалось, что мы оба интересовались гуманитарной деятельностью. Я глубоко вздохнула, наслаждаясь как беседой, так и вином. Возмужав, он превратился в великодушного и доброго мужчину. Может быть, это отчасти объяснялось тем, что его воспитали две женщины? Его мать и сестра не расстилались перед ним. Они вырастили его, никогда не позволяя ему быть самодовольным, но постарались, чтобы он был умным и трудоспособным, вселив в него ту уверенность, которая помогла ему стать мужчиной, которым он был теперь. Пока мы сидели и болтали, я не могла отмахнуться от наших общих детских воспоминаний. Когда Кеннон снова наполнил вином бокалы, по моим губам пробежала улыбка, вызванная одним, особенно трепетным, воспоминанием. «Эй, отдай мой рюкзак, Кеннон!» Положив одну руку на свое тощее бедро, я вытянула вторую к нему, стараясь говорить как можно более властно. Мне было 12 лет, и у меня недавно начались месячные. По тайном отделении моего розового рюкзака марки «Хэллоу Китти» хранилась пачка прокладок. Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы младший брат Элли нашел их. Жуть! Мне было до ужаса стыдно. Мама сказала, что я мужчина в доме. Это моя ответственность носить сумки, открывать все двери и уважительно обращаться с женщинами. Он выпрямился, закинув повыше мой рюкзак на свое хрупкое плечо. Фу! Иногда Кеннон мог быть настоящей занозой в заднице. Мы ждали у школы мою маму, которая должна была приехать и забрать нас. А он нагрузил на себя не только свой рюкзак, капитан Америка, но также рюкзак Элли и еще коробку для ланча. Он был похож на мула. Дай сюда! Я снова махнула рукой. Я сама могу нести свой рюкзак. Бабушка сказала, что я не нуждаюсь в том, чтобы мужчины что-то делали за меня. И кроме того, Кеннон еще даже не был мужчиной. Ему было всего восемь лет. Он бросил взгляд на Элли, и она кивнула. Отлично, сказал он, неохотно снимая с плеча мой рюкзак. Держи! Я с облегчением прижала рюкзак к груди, слегка удивленная тем, что совсем не злюсь на Кеннона. Если уж говорить о мальчишках, он был не так уж плох. «Тебе лучше?» спросил Кеннон, переводя взгляд на меня. Прикусив губу, я кивнула. Полагаю, было понятно, что я волновалась, а? Мы не обязаны это делать. Что? пробормотала я. Ничего. Мы снова можем притвориться, что притяжение, которое ощущается между нами, не существует. Я не стану давить на тебя. Его слова должны были успокоить меня, но вместо этого они вызвали у меня раздражение, словно царапнули по коже. Я больше не хотела притворяться. Мне надоело быть трусихой и называть это осторожностью, благоразумием, сдержанностью. Это была прежняя Пейдж, которая боялась попробовать что-то новое, жила внутри своего мирка, неуклонно приближалась к тридцати годам и по-прежнему была одинока, с бродячей собакой вместо стереотипного кота, но все равно закрытая и жалкая. Новая Пейдж была смелой авантюристкой. Во всяком случае, ей хотелось быть такой. «Нет», — я покачала головой, «это была моя идея. Ты не давишь на меня?» Наклонившись вперед, я поставила перед нами свой бокал. «Просто я не знаю, как... начать...» «Это мое дело, принцесса». «Принцесса...» «Это прозвище было мне не настолько противно, насколько, вероятно, должно было быть приятно. Давно я не бывала ничьей принцессой». «Или никогда...» напомнил мне мой тихий внутренний голос. «В детстве Кэнон так называл меня, но это было в шутку, чтобы поддразнить или подколоть меня. Этот новый взрослый мужчина, которого превратился, оставшийся в моей памяти мальчик, вызывал у меня удивление. Его темные глаза были наполнены невыразимой страстью, а пухлые, идеально очерченные губы искривились в легкой улыбке. Он был до такой степени абсурдно сексуальным, что у меня в животе все завязывалось узлом, стоило мне только посмотреть на него. Я все еще нервничала. «Но давай же, это же Кэнон!» Я знала его более 20 лет. Он не сделал бы мне больно и не исчез бы утром, никогда больше не позвонив. Мы остались бы вместе в этом доме еще на пару месяцев, вероятно, пекли бы блины по утрам в воскресенье и смеялись над тем, как мы проводим время. Мы бы избавились от влечения, которые испытывали друг к другу и двигались бы дальше. Это было лишь удовлетворением непреодолимого желания. Он поставил свой бокал рядом с моим, потом склонился ко мне, проводя кончиками пальцев по моему подбородку, прежде чем повернуть мое лицо к себе. Вот оно. Он собирался поцеловать меня. Пришло время доказать ему, что я способна провести с ним не одну ночь и не влюбиться в него. Либо это, либо испуганный и одинокий поспешно удалиться в свою комнату. У меня было два варианта. Если только в ближайшие четыре секунды не раздастся пожарная тревога, его пухлые губы прильнут к моим. В долю секунды, приняв решение действовать, а не болтать попусту, я наклонилась к нему. Кеннон улыбнулся, прижавшись ко мне губами, не спеша заявить о своих правах. Может быть, потому что знал, что я уже принадлежу ему. Может быть, потому что, в отличие от большинства мужчин, он понимал, что не стоит спешить. Мы оба желали этого, но отсроченное удовольствие было бы еще слаще, когда мы, наконец, испытали бы его. Его губы медленно прижимались к моим, так, чтобы наши языки могли соприкоснуться, вгоняя нас в искушении. Это было поразительно. Его губы впивались в мои, сливаясь с ними, принимая все, что я могла отдать. Его рука ласкала мой подбородок. Я ощущала пьянящий вкус вина на его языке и понимала, что меня никогда так не целовали. Так властно, так откровенно. Меня нельзя было назвать неопытной, но... Что бы я прежде не делала, я больше не смогла бы назвать это поцелуем. Осторожно облизывая мой язык, Кеннон снова и снова учил меня, как целоваться. Мать твою, я целуюсь с Кенноном ротом. Это должно было казаться странным и в высшей степени чужеродным. Мой мозг должен был вопить, прекрати, прекрати. Но мне казалось, что на свете нет ничего естественнее. Наши языки двигались в такт, словно долгие годы тренировались, ожидая именно этого момента. Вожделение смешалось с наслаждением, разливающимся по моим жилам. Слегка отстранившись, он опять усмехнулся, глядя на меня. «Ты еще со мной?» Я жадно кивнула, опьяненная страстью к нему. Если он сумел заставить меня потерять голову после одного поцелуя, то было почти страшно думать о том, чем в итоге закончится эта ночь. Он положил мою руку на выпуклость на своих брюках. Она была горячей и твердой. От этого меня защемило все внутри. «Ты чувствуешь это, Пейдж?» Я сглотнула, подавив стон. То, что я ощущала под своей ладонью, было таким теплым и массивным. «Да». «Ты хочешь, чтобы я вошел в тебя?» прошептал он, целуя меня ниже в шею, пока я продолжала поглаживать через джинсы его возбужденную плоть. «Господи, да!» Я ощутила кожей вибрацию от его теплого приятного смеха. «Хорошо, потому что я хотел трахнуть тебя с тех пор, как мне исполнилось 16 лет. Но сегодня дело не во мне. Я хочу постараться, чтобы было приятно тебе. Ты хочешь этого?» «Да, конечно». «Тогда тебе нужно довериться мне». «На секунду я задумалась, способна ли я на это полностью потерять контроль над собой. Я была независимой женщиной, а что если он извращенец? Я отогнала от себя эти мысли. Возможно, нужно повременить с выводами. Пока. Я доверяю тебе». «Хорошая девочка». Его губы еще раз встретились с моими. Он целовал меня до тех пор, пока мое тело не затрепетало в похотливом безумии. Через несколько секунд он отпустил меня. Я неохотно убрала руку с его члена и открыла глаза. «Ты абсолютно уверена, что хочешь сделать это?» «Как подсказывает мой опыт, это хорошим не кончится». «Для моего опьяненного вином затуманенного страстью разума, его предостережение насчет того, чтобы я держалась подальше, было столь же действенным, как какое-нибудь объявление на порно-сайте типа «Вход только после восемнадцати лет». «Я хочу этого. Я хочу тебя». Говоря это, я заглянула прямо в его глаза изумрудного цвета. Но действительно не itous действенным, разберется на уши. Продолжение следует...